Всем добрый день! В сегодняшнем видео я хотела бы поговорить о фотостарении. На самом деле фотостарение это самая первая причина возникновения признаков старения на нашем лице. То есть возрастное хроностарение наступает уже позже, но самым ранним является именно как раз фотостарение, которое вызывает и пигментацию, и дряблость кожи, и мелкие морщиночки, которые вызваны именно повреждением кожи, агрессивным действием ультрафиолета. И я хотела бы сейчас поговорить даже не столько о косметических средствах, которые могут предотвратить эти явления или как-то нашу кожу защитить, а о причинах, о тех вещах, которые мы можем не замечать и даже не думать о том, что они повышают чувствительность нашей кожи к ультрафиолету, то есть являются по сути фототоксичными или по-другому сказать фотосенсибилизирующими. Существуют, например, лекарства, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Это, например, ряд антибиотиков. Вы можете принимать, например, тетрациклинового ряда или фторхиналоны, которые, если кожу не защищать и выходить на солнце при приёме таких препаратов, может возникнуть нежелательная пигментация. Сульфаниламиды и даже банальный бупрофен, который мы принимаем, например, когда у нас болит голова, тоже может поспособствовать возникновению нежелательной пигментации, если мы оказались под палящими лучами солнца. Не обязательно даже палящими. Некоторые более редко применяющиеся препараты, такие как ряд нейролептиков, статины, например, тоже обладают фототоксичным действием. Некоторые противогрибковые препараты, драконозол, например, такой грязиофульвин, самые распространённые тоже повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. То есть надо внимательно читать инструкцию к назначенным врачом, средствам, и если там есть такие указания, особенно внимательно относиться к защите кожи от солнца. Кроме того, некоторые пищевые продукты могут, например, повышать чувствительность кожи к ультрафиолету. И очень часто, например, в недавнем времени у меня встречались такие случаи, когда женщины намеренно пили много грибфрутового сока с целью похудеть, потому что у него есть такие, в общем-то, не очень доказанные свойства ускорять липолиз, хотя это так не особенно верная информация, то есть не факт, что они особенно хорошо в этом помогают. Но при этом у них возникало, например, когда они это делали в отпуске, загорая, например, на пляже, нежелательно пигментация. Естественно, помимо грибфрута и другие цитрусовые имеют действительно свойство фотосенсибилизировать кожу, поэтому нужно с осторожностью опять-таки не перебирать, находясь, например, в отпуске на юге. Вот некоторые травы, да, отвары трав, например, зиробой тоже является фототоксичным. Конечно же, наружные средства, которые применяются, опять-таки, эфирные масла, цитрусовые в первую очередь тоже, конечно же, фототоксичные, могут прямо локально в месте нанесения пигментацию вызвать масло бергамота, масло апельсина тоже как раз таким вот действием обладает. Кроме того, различные уходовые компоненты, как правило, обладающие отберющим или сильным антиэйдж, отшелушивающим каким-то свойствам, то есть это кислоты, это ретинол, активный ретинол, это какие-то отберющие компоненты, а-ля арбутин или коевая кислота, то есть все эти препараты требуют защиты от солнца. Кроме того, вы можете наносить на себя духи, которые содержат мускусы, амбру и спирт, потому что все духи на спирту делаются, там больше 70% спирта, как правило, и в местах, где вы наносите, например, на голую кожу эти духи и попало солнышко, тоже может возникнуть пигментация. Кроме того, есть растения, обладающие, например, очень агрессивным фотосенсибилизирующим свойством, это небезызвестный борщевик сосновского, до которого, если дотронуться и попасть на солнце, может быть очень тяжелый ожог с волдырями и вплоть до некроза кожи, то есть это очень страшное явление, поэтому нужно очень опасаться беречь своих детей от этого растения. И обычная банальная петрушка тоже может, она же обладает отберющим действием, она же обладает и фотосенсибилизирующим, поэтому если мы загораем на даче, делаем себе компрессы противоотечные из петрушки от темных кругов и отеков под глазами, то мы можем оказаться с пигментными пятнами в этой области. Поэтому здесь как раз тоже надо быть очень внимательным. Ну и соответственно, чтобы предотвратить это, кто предупрежден, тот вооружен, не использовать или с осторожностью использовать, защищать внимательно кожу от солнца, если мы вынуждены какие-то из вышеперечисленных препаратов или продуктов употреблять, обязательно защищать кожу от солнца в зависимости от уровня ультрафиолетового индекса, смотрим его в прогнозе погоды. То есть мы понимаем, что невысокий уровень СПФ, например, уровень 10 или 15, будет защищать примерно на 93% от ультрафиолетовых лучей, в частности класса B, ультрафиолетовые УФБ лучи, так называемые. СПФ-30 будет блокировать с порядка 96-98%, 96,7% по некоторым данным, ультрафиолетовое излучение СПФ-50 порядка 98% и до 99% 50+, вплоть до полных санскринов. Обязательно нужны, днём используем какие-то антиоксидантные средства в виде кремов, например, тот же Витаматрикс с витаминами АЦЕ. Кроме того, в нём находятся нитритборы, вот эти светоотражающие частички, дающие сияние, они обладают в том числе и небольшим всё-таки солнцезащитным свойством. То есть чуть-чуть он защищает кожу от солнца. А сейчас мы подведём итоги конкурса, который мы проводили в одном из предыдущих видео. Победителя вы увидите на экране. В ближайшее время мы свяжемся с вами для того, чтобы вручить наш прекрасный приз, набор из увлажняющего крема дневного и ночного. Соответственно, вечером обязательно должны быть в уходе антиоксиданты. То есть это ресвератрол, неоцинамид, это витамин Е, это витамин С, витамин А. То есть ферруловая кислота, например. То есть мы ищем эти ингредиенты в наших уходовых сыворотках, кремах, то, что мы будем использовать вечером. Не используем в период активной инсоляции, например, кислую форму витамина С, элиоскорбик айсид, которая, как правило, используется всё-таки как лёгкий пилинг. То есть средства с ней будут, как правило, иметь название слова, отшелушивающий, обновляющий, выравнивающий тон. Она используется в достаточно большой концентрации и в, соответственно, на средствах с кислым ПАЖ, то есть её лучше в летнее время не использовать. А те же самые антиоксиданты НБР, витамин С в стабильной форме, в форме содиума или магнезиума, аскорбилфосфатов, в форме аскорбилглюкозита или эстерси, их можно как раз использовать для повышения устойчивости кожи к ультрафиолету. И они должны быть, вопреки мнению многих, что чем больше, тем лучше активные ингредиенты, они как раз должны быть в небольшой концентрации, вот эти стабильные формы витамина С, чтобы вместо антиоксидантного свойства не приобрести про-антиоксидантные свойства. То есть это тоже очень важно. Плюс ещё есть растительный экстракт, естественно, зелёный чай, планктон и прочее, которые встречаются и в нашей гельтехской косметике. И вот та же самая, например, самая известная линейка Биодермы аптечная Сенсибио тоже содержит эти компоненты, зелёный чай, например. И трепетит меди, и другие пептиды, которые повышают устойчивость к кожи к ультрафиолету, тоже могут присутствовать в ваших активных средствах уходовых. То есть надо как раз упор делать в период активного солнца, который мы ждём, и скоро должен последовать, как раз именно обращать внимание на наличие таких компонентов. В общем, наверное, это всё, что я хотела сказать по поводу фотостарения и причин фотостарения, как защититься, чего избегать. И на все ваши вопросы с удовольствием отвечу в комментариях. До встречи в новых видео. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик.